всем привет вы на канале захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм читая ваши комментарии я вижу что пришло очень много просьбы разобрать по полочкам диету как похудеть на 5 килограмм за 5 дней сегодня я буду отвечать на ваши вопросы и те кто в теме как говорится оставайтесь со мной итак первый вопрос сколько раз в день нужно есть я питаюсь во временной период с 10 часов до 18 первый прием пищи завтрак у меня в 10 утра до завтрака я пью воду и кофе кофе максимум 2 маленьких чашечки естественно без сахара и без молока поскольку как ни крути даже эта диета она у меня вложена в интервальное питание второй прием пищи у меня в 13 часов и последний прием пищи у меня в 18 часов какой вес порции порция у меня получается даже не завтрак немножко меньше где-то около 200 грамм и обеденная и на ужин курции от 250 до 300 грамм сколько протеинов нужно есть в день если это мясо то где-то моя порция от 100 до 150 грамм если это рыба то белая рыба на пару естественно не жареная то рыбами я могу съесть больше примерно грамм 200 так дальше какое меню на день но меню я показывала уже что именно входит в режим такого питания ничего сложного особенного ничего готовить не нужно на обед обязательно должен быть бульон жидкая пища поскольку если питаться только протеинами то 2 избежание проблем с кишечником со стулом чтобы не было запоров то нужно пить больше воды травяных настоек я пока расскажу позже что какие травки я пью и естественно должна быть жидкая пища но поскольку как бы это протеиновая диета то какие-то супы с вермишелью с углеводами с гречкой с рисом они исключаются но бульон просто замечательно можете варить во первых у вас останется хоть рыбный хоть был хоть куриный бульон и у вас останется куриная грудка из нее вы можете приготовить хоть салат рецепты масса рецептов на моем канале можете зайти в плейлист диетические рецепты или диета дюкан и рецепты по дюкану и вы там найдете для себя очень много интересного и бульон пьете и едите получается и первое и второе затем рыба я ее готовлю на пару или же запекаю в духовке я показывала что готовила мясные шарики с капустой и тоже готовила в соусе они напитываются соусом мясо забираете овощи не едите потому что как бы на таком питании прием овощей из рациона практически исключен ну что еще омлет я делаю овся на блин я делаю делаю салат из-за огурцов листьев салата или свежей капусты добавляю туда нарезанную куриную грудку смешиваю немного соли соли кстати нельзя много на такой диете чтобы не было потом отсеков и добавляю мягкий творог или можно йогуртом смешивать натуральным йогуртом без добавок а так девочки никаких заморочек никаких там подсчетов килокалорий или там каких-то особенных блюд здесь не предвидится я не ем не креветки я не ем никакие хотя ну как бы креветки это в них полезный холестерин и и в морепродуктах очень много протеина но я как бы решила эти пять дней питаться самыми что ни на есть обычными легко доступными и недорогими продуктами так дальше сколько капусты салата можно есть в день честно говоря я не считала я нарезаю я беру головку салата она вот такая вот небольшая можно есть цикорий это белый цикорий но кто-то его любит кто-то нет кому-то он горчит я его очень люблю он сочный или салат сукрины или до любой листья любого салата или пекинская капуста вы нарезаете но чтобы тарелка была порция я честно говоря я не взвешивала огурчик если то где-то вот такой вот небольшой я добавляю и поэтому но как бы это такая вещь это вспомогательная там клетчатка это опять же чтобы не было запоров чтобы не было проблем со стулом и с пищеварением клетчатку обязательно зелень нужно есть на протеиновой диете поскольку но если вы не враг здоровью я считаю что лучше сделать небольшое отступление лучше похудеть и немного нам на меньшее количество килограмм и взять больше времени для похудения потратить чем угробить свое здоровье и похудеть там к примеру там за три дня на 10 килограмм а какой какой процент жирности у йогуртов йогурты я брала сколько там 32 у меня творог 32 йогурты 32 не обезжиренная потому что в обезжиренных продуктах больше крахмала и каких-то там добавок чтобы загустители лучше брать не жирные но и не обезжиренные в общем выбирайте золотую середину и почему я взяла мягкий творог поскольку сметана если она средней жирности 15 процентной то там как ни крути 15 процентов жирности а вот в таком вот твороге 32 процента но обезжиренные продукты обезжиренную молочку я не могу порекомендовать я питалась на нулевых йогуртах я была на нулевых творожках и как бы все 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 вот эти вот жидкие сливки тоже брала там самые-самые обезжиренные в принципе ну зачем есть крахмал если можно положить меньше там не три столовых ложки а полторы нормальной жирности средней жирности молочного продукта и съесть именно молочные продукты мы и так уже исключили все жиры и поэтому если мы возьмем молочные продукты или мясо ту же самую говядину средней жирности то вреда нам от этого никак не не будет сто процентов потому что если вообще жиры исключить и вообще углеводы исключить и вообще все исключить то организм дальше работать правильно не будет все должно быть в меру без фанатизма сколько творога творога в одну порцию можно брать где-то грамма 100 150 опять же повторюсь не берите нулевой творог не берите сверх жирный творог золотая середина гречки 60 грамм это в сыром виде или в готовом любых сложных углеводов в нормальном питании как бы вот в эти пять дней мы не включаем их но поскольку я когда рассказывала про эту диету я говорила что когда мы будем выходить мы будем включать сложные углеводы 60 грамм это сложный углевод уже в приготовленном виде и когда мы будем выходить из этого режима питания то мы будем включать сначала 20 грамм уже готового продукта через неделю 40 грамм будем добавлять в порцию и еще через неделю 60 грамм когда мы будем вот так вот постепенно подниматься вверх постепенно вводить продукты которые мы не употребляли на экспресс похудение то вес не будет набираться быстро потому что ну я думаю ни для кого не секрет все экспресс диеты все моно диеты после того когда ты с нее сходишь вот так вот резко вес начинает набираться но когда ты постепенно подкармливаешь свой организм внедряя небольшими порциями то он и реагирует нормально и вес не будет набираться в какое время вы взвешиваетесь я всегда взвешиваю все равно утром после похода в туалет натощак вот так вот и в ночной сорочки я не раздевались там полностью догола то что многие тоже есть такие вопросы взвешиваться нужно полностью голым или оставить какое-то белье девочки я вот проснулась сходила в туалет иду чистить зубы и взвешиваюсь находясь ну в ночной сорочки и естественно это только утром потому что вечером вы можете встать на весы вы целый день ели вы целый день пили и концу дня еще плюс если у кого проблемы там с отеками или еще чем-то то ваши весы утром показали там пример 60 килограмм а вечером будет 62 63 поэтому взвешиваться всегда нужно в одно и то же время и натощак после туалета за какое время вы проходите 10 тысяч шагов я никогда конкретно четко не считаю тут я вышла например и я должна отходить эти 10 тысяч шагов я начинаю с утра на мне вот я утром проснулась и я первым делом надеваю часы я надела часы и вот сейчас 9 утра у нас я уже прошла 1080 шагов это составило 720 метров и сожжено уже 40 килокалорий и это при том что как бы я сегодня но я еще не выходила на прогулку сейчас быстро записываю видео и пойду прогуляюсь пока не жарко что у нас уже он солнце видите светит вовсю и потом к десяти часам буду завтракать может быть немножечко позже потому что я стараюсь ходить на улице где-то примерно минимум это час и в конце дня вот в последнюю неделю я у меня получается и 11 тысяч шагов и 12 тысяч шагов это расстояние пройденное за целый день так что за травы вы пьете для похудения для похудения я трав не пью но я пью делаю травяные чаи и травяной сбор который помогает пищеварению в его состав входит фенхель затем шалфей анис зеленый анис иногда ромашку пью мята розмарин и если все вот это вот смешать это прекрасно помогает и еще что я хочу сказать я думала но немножко позже поднять эту тему но раз уже несколько человек спросили про травки после вот этой вот диеты как раз на дне на правильно что я сейчас скажу потому что у вас будет время как бы позаботиться и приобрести или у кого есть подготовить эти травки протеиновая диета как бы она там не была крутой классной для похудения все-таки она оставляет след в нашем организме потому что протеиновая пища это пища которая на которую тратит организм очень много килокалорий на переработку то это значит что она перерабатывается нелегко и почему рекомендуют пить много воды чтобы выводить все там какие остаются токсины в организме так вот всегда если вы находитесь или на диете дюкана или на любой протеиновой диете делайте периодически чистку организма я покупаю опять же та же самая ромашка затем трава бессмертника и кукурузная рыльца выпивать нужно вот настаиваете на бой но водяной бане проваривайте настаиваете полчасика и потом за полчаса до еды пол стаканчика выпиваете это хорошо чистит печень это прекрасно и для поджелудочной хорошо помогает в общем от таких трав вреда сто процентов не будет и это опять же хочу сказать это не мое какое-то ноу-хау это то что советовала мой диетолог поскольку я из-за щитовидки нам вообще людям у которых из-за удаления щитовидной железы отсутствие полное на сто процентов метаболизма нам его нужно разгонять больше спорта больше протеиновой еды и поскольку протеиновая диета у меня она будет пожизненная с включением небольших количества порций углеводов и поэтому моя диетолог мне посоветовала вот такие травы девочки повторяю ромашка бессмертник и кукурузная рыльца продается все это в аптеке на пачке написано как сколько нужно чего положить сколько воды сколько травки как настаивать и принимаете за полчаса до еды дальше можно ли заменить зеленый горошек на нут на этой диете но я понимаю почему такой вопрос поскольку ну в нуте очень много белка там по моему на 100 грамм 19 грамм белков и как бы это считается растительный протеин но здесь нужно быть осторожным поскольку в нуте огромное содержание углеводов большое количество и также он в пять раз минимум калорийнее чем зеленый горошек я думаю что ну как бы пять дней можно купить или горошек консервированный в банке или зеленый горошек свежий зеленый горошек замороженный и отваривать его на пару или в воде и добавлять в салаты или добавлять как гарнир к мясу или к рыбе но нут лично там конечно ваше дело я никогда не навязываю свое мнение я только рассказываю делюсь своим опытом хочется можете положить но порцию поменьше если уж так хочется нут заменить на горошек то могу посоветовать только уменьшить количество порции нута можно ли квашеную капусту на диете 5 на 5 нет квашеную капусту здесь нельзя потому что в ней есть ферменты и как бы квашеная капуста она повышает аппетит да она тоже неплохо помогает способствует пищеварению одним помогает другим вот некоторые я знаю людей которым хотя везде и сок квашеной капусты рекомендуется там для желудка для кишечника и так далее но я знаю лично людей у которой которые вообще не переваривают квашеную капусту вообще вот им она стоит и как говорится как ты ее принял так она из тебя и вышла поэтому квашеную капусту я не могу порекомендовать по вот этим вот двум причинам и лучше взять свежую капусту потому что в ней клетчатка опять же как я сказала выше и на этой диете это наиболее приемлемый вариант пять дней не так много это не 15 это не 50 потерпите без квашеной капустки без каких-то фруктов мне тоже тоже спрашивали хочется фруктов мне тоже хочется фруктов ну еще один день пятница и субботы можно будет уже опять же сделаю оговорку когда начнете в субботу фрукты овощи добавлять не пять фруктов не 6 начинайте с одного один помидор одно яблоко или один персик или там сколько-то 10 20 виноградин в общем не так что пять дней не ели овощей и фруктов и сразу налетели и поэтому все должно быть постепенно девочки ну что буду я заканчивать пишите вопросы если что я буду делать если не буду успевать отвечать в комментариях я буду делать вот такие вот видео и вы получите ответы на все ваши вопросы ну что мои хорошие побегу я похожу побегу я похожу и выразилась пошла я на прогулку всем желаю прекрасного настроения эффективного похудения и до встречи в моем новом видео пока пока мои хорошие